Всем привет, друзья! Вы на канале Экспиравит. Меня зовут Виталий и я сегодня буду играть, ребят, в хоррор-игру, которая называется Реквием по Эриху Сану. Так что не забываем ставить лайк, если вам нравятся хоррор-игры и поехали, конечно же, играть. И не забываем, ребят, еще на меня подписываться, конечно же, и писать какие-нибудь свои прикольные комментарии. Эрих Сан считается одним из лучших скрипачей 20 века. Он исчез с позором вскоре после того, как потерял зрение при странных обстоятельствах. Говорят, что когда вы гуляете ночью возле старой резиденции Академии, можете услышать душераздирающую музыку его гипнотизирующей скрипки. Вот так вот, ребят. Он у нас слепой оказывается. Я сперва думал, что это вообще какой-то призрак будет из-за его глаз. Оказывается, он просто, ребята, слеп. Но для того, чтобы играть на скрипке, глаза и не нужны. Ловкость рук, ребят, никто не отменял. Так, у нас идет, получается, небольшая такая предыстория. Я так понял, мы будем играть за какого-то чувака, который захочет забрать эту крипку. Ну, короче, ее спиздить. Ладно. Так, это вход. Нужно запрыгнуть в грузовик и сесть, чтобы меня не заметили. Окей. Не, ну прикольно все пока мне сделано, вроде как. Нету такой, знаете, галимой какой-то прям конкретной разрисовки. Вроде по графике все должно быть, ну, мне кажется, нормик. Так, все. Это мы сели, ходим лево-право. В принципе, все как полагается. Так, это у нас получается вход в академию. Открыть дверь. Подождите, открыть дверь мы не можем. Мне нужно найти другой вход в академию. Другой вход в академию. Окей, тогда будем играть другой вход в академию. Мне нужен инструмент, чтобы разрезать эти цепи. Кстати, здесь вот фонтан. Этот фонтан подключен к системе трубопровода. Ну, как обычно, все фонтаны подключены. Мне нужен инструмент. А, может, вот это и есть. Мы, наверное, здесь должны будем пробраться. Рыгач. Капец, что его называют рыгачом? Вообще-то гвоздодер, как бы, да? Так, у нас что, лабиринты, типа, какие-то, да? Так, здесь у нас никуда мы не проберемся. Это кто? А, это есть Эрик Сан. В память о работах Эриха Сана. Подарок от архитектора НВ. Это у нас открыть винтель. Но мы не можем его открыть. Здесь тоже. Здесь мы сюда входим. Стоп, а что это такое? Использовать? О, даже так. Отлично. А, вот он. Вот и берем наш ломик, ребят. Слушайте, а я, наверное, и тут двери тоже так открыл? Или нет? Нет, нифига, да? А там вход какой-то есть, я вижу. Мне кажется, мы будем выбираться. Это, наверное, будет последнее, как мы должны будем выбраться, наверное, вот здесь. И потом сбежать вот там. Так, ладно, давайте применим наш гвоздодер, наш ломик. Да, я смог проникнуть внутрь, и никто меня не заметил. Конечно, никто не заметил, потому что никто и не ходил. Мы еще пока здесь ни от кого вообще не текали. Так, это получается, мы рассматриваем, типа, нашу локацию, да, или что это делаем? Я не знаю, что это за комната, но я должен найти скрипку. Да, я нашел скрипку и покинул этот чертов дом с ней. Что это такое? Какие-то надписи. Будьте осторожны, необходимо убедиться, что владелец меня не слышит. А главное, чтобы он не слышал. Я уверен, что он не очень дружелюбен. То есть, мы можем... То есть, он мимо нас тоже может пройти, главное, чтобы он не слышал. То есть, не видит же у нас, правильно? Вот так он, ребят, выглядит. Прям маньяк такой именно, знаете? Я думал, реально, это будет какой-то скример. Ну, нет, ребят, мы имеем дело просто с каким-то психопатом. Так, здесь мы можем, получается, присесть. А так мы... О! Опасно. Так, а что мы должны делать? Так, что это? Ключ. Он наверх пошел, да, там? А, тихо, беги. А, да, он же глухой. Ой, он, точнее, он слепой. А где мне ключ пропал? А, я сюда ключ применил? Эта дверь была закрыта. Ха-ха-ха, лол. Так, окей, что дальше? Так, может, пригодится для растопки дров? Что-то должны будем поджечь. Дверь закрыта. Я понял. Бросим. То есть, нам надо что-то найти для того, чтобы... Дверь закрыта. Здесь кто-то орет, короче. Капец, я, походу, не единственный здесь, ребят, такой, который... По... Ну, полезь сюда. Ха-ха-ха. Ой. Прячусь. Блин, капец он орет, ребят. Куда он ушел? Блин, что мне надо найти? Ну, что-то... Короче, я понял, что мне надо чем-то открыть. Ой. Блин, капец. Что? Ты что-то говоришь? Ты это мне? А здесь меня, короче, достать не может, да? Ой, здесь могу вот так пройти. А он, наверное, сейчас сюда прибежит. Блин, что мне надо найти? Мне надо чем-то открыть тут дверь, но я не понимаю, чем. Я пока здесь ничего не вижу. Он застрял. Блин, может, здесь что-то находится? Может быть, я просто что-то пропустил? Так, ладно, давайте это подберем. Принесем к нам сюда. Пусть все это лежит здесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здесь никого. Сюда зайдет? Нет. Нет. Так, давайте, наверное, это положите, чтобы зажечь котел. Опять он сюда идет. Мы замерли, он меня не слышит. Where are you? Иди отсюда. Может, я могу так обойти? Да, ребят, я могу так обойти. Блин, офигенная игра, слушайте. Только немножко раздуплиться, как открыть долбанный котел. Блин, ну закрыто. Блин, я не знаю. Может, мне эти все пооткрывать? О! Что это? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Капец. Я же не призрак. Он меня вроде... Ну, я не выбирал призрака. Это, походу, он реально меня просто не слышит. Ого. Да ты задрал, дай мне взять. Ой-ой-ой, сюда идет, да? О! О-о-о! Так, все, побыстрому здесь обходим. Все, активировали. Что дальше? Да, блин, он задрал сюда ходить. Пошел отсюда. Правильно. Так, подбираем вот эти штуки. Да ты задрал. Блин, капец. Он через каждую секунду будет мне тут... В смысле? А как он... Ну да ладно. Ну вот как он меня задел? Каким образом? Эрик Сан. Так, где ты... Так, ладно. Давайте это все, получается, мне надо сюда положить. Что дальше? Так, вот это мне, получается, надо еще взять, да? Вставьте, чтобы зажечь котел. Что? Необходимо положить минимум два полена, блин! А как мне положить? А, мне надо два полена сразу, что ли, взять? Блин, нихрена не понял. Да ты задрал, иди отсюда, вот. Так, это что у нас? Использует для атаки врага? Ой, я ему сейчас устрою. На тебе, падла! Приятно? Валяться. Так, у меня 47 секунд, и слушайте, ну это было прикольно, эпично, блин, я хочу еще. Так, что это? Тоже берем. Давайте сюда положим. Так, что дальше? Блин, ну что мне еще надо сделать? Так, стой. Найдите древесину и уголь, чтобы зажечь котел. Да я вроде уже все нашел, что надо. Или нет? Или я что-то пропустил. Зараза! Вы видали, как он резко встал? О! Капец! Так он реально, он так подорвался. А может мне лучше его вырубить? Ну блин! Я не то, я тупо не то нажал, блин. Я ж нажимал назад. Опять мне заново эту древесину теперь искать. Слушайте, ну мне с таким макаром, мне будет проще его все-таки вырубить. Где он есть? Валяться. Все, теперь ищем древесину. У нас есть там сколько? 47 секунд. Подожди, что он только что? Блин, мне что-то написало, я таки не понял, что. Блин, ну не ори, чувак, ну не могу я тебя открыть. Возможно, ключ надо найти тоже какой-то туда. Ладно, да все хорошо, где древесина. О, ключ. Так, чтобы получить этот золотой ключик, попробуйте зажечь котел и активировать клапан. И как мне это сделать? Мне сперва надо древесина, правильно? Еще одна получается, чтобы туда ее положить, я так понял. Для того, чтобы котер активировался. Активировался. Король, блин, нашел же древесину, теперь заодно мне ее бегать где-то искать надо, а? Не-не-не-не. Надо опять его чем-то огреть. Да, блин. Ну, бесит, а? Ладно. Блин, ну я хочу выпустить того чувака. А что это такое? Подожди. Бомба-детонатор. Вы можете контролировать время взрыва по таймеру. В руке уже что-то есть. Та, блин. Пипец. Капец, меня сейчас убьет. Эрих тебя казнил. Какова его цель? Я заметил что-то странное в его глазах. Короче, ребят, не смог я спасти чувака, не смог я найти скрипку. Ну, игра прикольная. Блин, в нее можно позалипать. И напишите мне в комментариях, хотите ли вы, чтобы я дальше играл в эту игру. Ну, вы, ребят, были на канале Эксперавит. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.